Десногорск Первокурсники ДЭКа прошли посвящение в студенты. Антитеррористические мероприятия в студенческих общежитиях Смоленска. Итоги соревнований по бадминтону среди школьников. А теперь об этих и других событиях подробнее. В Смоленской области отмечается уменьшение количества преступлений в отношении подростков и малолетних детей. Добиться позитивной тенденции удалось благодаря сотрудничеству полиции, региональных властей, органов местного самоуправления и социальных организаций. Об этом сообщили на выездной комиссии в Ярцеве, которая прошла под председательством вице-губернатора Оксаны Лобода. Смоленские медики в числе лучших. По итогам 16-го Всероссийского конкурса профессионального мастерства второе место в номинации «Лучший участковый терапевт» заняла Ольга Короткая из 6-й поликлиники Смоленска. А Галина Игнатьева из Монастырщинской районной больницы стала третьей в номинации «Лучший педиатр». Детско-юношеское движение «Юнармия» было создано по инициативе Минобороны России, которую поддержал президент. В Десногорске также сформировано отделение юных армейцев, которое уже себя хорошо зарекомендовало. В сентябре текущего года в администрации Десногорска состоялось учредительное собрание по организации местного отделения «Юнармии». Избран штаб, который разместился в третьей школе города. Начальником штаба назначена Людмила Сохранич. «Юнармейское братство объединяет ребят умных, молодых, целеустремленных, спортивных, которые очень мечтают научиться защищать свою страну». В настоящее время Десногорское отделение насчитывает более 30 юных армейцев, а совсем недавно они получили новую форму. «Я хочу быть настоящим патриотом своей страны, защищать свою родину и стать настоящим мужчиной». «Все думают, что «Юнармия» – это для мальчиков, но я хочу разрушить этот миф и хочу тоже участвовать в «Юнармии» и учиться чему-то новому, и поучаствовать в военных действиях». Всю прошлую неделю юноармейцы Десногорска готовились к слёту и военно-патриотическим сборам Смоленского регионального детско-юношеского движения «Юнармия». Перед отъездом нашу команду напутствовал заместитель главы муниципального образования города Десногорск Сергей Тощев. Через три дня десногорцы вернулись домой с сертификатом. Все минувшие выходные сотрудники Центра ГИМС МЧС России осуществляли патрулирование водных объектов региона. В ходе рейдов проводились беседы с рабаками. У владельцев маломерных судов проверялось наличие спасательного снаряжения и удостоверений на право управления. Всю текущую неделю специалисты не ослабят контроль, патрулирование продолжится, в том числе и на Десногорском водохранилище. 17 сентября в областном центре стартовал новый сезон игр КВН Смоленской школьной лиги. В фестивале приняли участие 16 школьных команд Смоленщины и Республики Беларусь. Наш город представляла команда «Светящиеся в темноте» – воспитанники школы вожатых из Дома детского творчества. Десногорцы заняли третье место и вышли в полуфинал. У дружного коллектива Десногорского энергетического колледжа новое пополнение. Через полтора месяца учебы первокурсников приняли в студенты. Это мероприятие уже давно превратилось в настоящий праздник. Как он прошел в этом году, расскажем в нашем сюжете. День посвящения в студенты был интересным и очень насыщенным. После занятий первокурсники проходили испытания, которые для них подготовили студенты старших курсов. А вечером – торжественная церемония вручения студенческих билетов. Теперь, имея на руках самый главный документ, первокурсники стали полноправными студентами. Это очень знаменательный праздник. Мы получили студенческие билеты, я выступил на номере. Все было просто очень супер. Как собираетесь учиться? На одни пятерки. В этом году в колледж поступили 125 человек. Впереди у кого-то три, у кого-то четыре года упорного труда. Набраны три группы по специальностям и две группы по рабочим профессиям. Очень дружные, очень активные. И очень бы хотелось, чтобы вот эта активность у них не угасла, а продолжалось все три-четыре года, которые они пришли к нам учиться. А педагогам – терпение, мужество, компромиссов, хороших студентов. Десногорский энергетический колледж пользуется популярностью у молодых людей и их родителей. Мы очень рады, что он в колледже учится, взрослеет. Колледж нам очень нравится, учителя очень нравятся. Обряд посвящения в студенты – это первый шаг для того, чтобы можно было первокурсникам так себя называть. Не за горами первая сессия, успешно сдав которую они и станут настоящими студентами. За 9 месяцев текущего года в 16 районах Смоленской области зарегистрировано 52 очага бешенства животных. Заболевание выявлено среди мелкого рогатого скота, а также у собак, кошек, лис, енотовидных собак и ежей. Специалисты ветслужбы напоминают о необходимости ежегодной вакцинации домашних животных против бешенства. В Десногорске прививки делают бесплатно каждый день, кроме воскресенья. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует, что выявлены два случая заболевания ботулизмом, связанных с употреблением в пищу овощных консервов. Огурцы малосольные, бочковые. Производство Меленковского консервного завода из Владимирской области. Продукция упакована в стеклянные банки массой 900 грамм. Роспотребнадзором уже приняты меры по изъятию из оборота опасной продукции. Но все же, уважаемые десногорцы, будьте внимательны. Наркополицейские совместно с сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних, участковыми и кинологами провели рейд в общежитии, принадлежащем одному из учебных заведений среднего специального образования. Врач-нарколог провел с учащимися беседы на тему профилактики потребления запрещенных веществ. А сотрудники полиции в присутствии социального педагога и работников общежития осмотрели жилые комнаты и помещения здания. В ходе рейда оперативники обнаружили в одной из туалетных комнат четыре подозрительные пластиковые бутылки. По заключению, наркополицейских предметы имели характерные признаки использования их для употребления наркотиков. По данному факту, стражи порядка проводят проверку. Подобные мероприятия антинаркотической направленности с сотрудниками полиции будут организовываться и в дальнейшем, что позволит значительно снизить уровень потребления запрещенных веществ в молодежной среде, а также предупредить об ответственности за потребление наркотических средств. По мнению полицейских, это позволит значительно снизить уровень потребления запрещенных веществ в молодежной среде. 16 октября в начале шестого вечера на кухне двухкомнатной квартиры, расположенной на пятом этаже девятиэтажки в третьем микрорайоне Десногорска, произошло возгорание. К счастью, помощь пожарных не понадобилась. Ликвидировать возгорание удалось до прибытия подразделений. А сотрудник первой пожарно-спасательной части Анастасия Зуева для воспитанников детского сада «Дюймовочка» провела познавательно-развлекательную программу на тему «Пожар в быту», специально адаптированную для дошколят. В завершении мероприятия детям вручили обучающие памятки и сделали фото на память. 15 октября в физкультурно-оздоровительном комплексе Десна прошли лично командные соревнования по игре в бадминтон среди школьников Десногорска. Итоги в нашем сюжете. В соревнованиях, которые стали традиционными, в нашем городе приняли участие спортсмены из четырех десногорских школ. По состязаться в мастерстве пришли 25 девчонок и 29 мальчишек. Игры проходили в трех возрастных группах. Всего было проведено 115 игр. Количество участников было строго оговорено, но игр постарались сделать побольше, чтобы все вдоволь наигрались, ушли, реализовавшись. В школах на уроках физкультуры дети знакомятся с изами этого вида спорта. А заниматься профессионально в Десногорске ребята ходят в клуб «Апрель». Быстро бегать, отбивать воланчик ракеткой. Заниматься очень хорошо им на летних каникулах тоже. То есть тебе нравится динамик, да? Да. Скажи мне, ты рассчитываешь вообще на какие-то результаты в дальнейшем? Ты сейчас вернулся на сейф. Хочешь чего-то добиться? Ну да. Чего? Второго, первого места. Игры проходили напряженно. Ребята просто рвались к победе. Всем хотелось заработать баллы в пользу своей команды и получить призы и медали в личном зачете. В результате кубок за первое место в первых соревнованиях в этом году получила команда школы номер два. Второе место у команды четвертой школы. Третье место в командном зачете получили спортсмены первой школы. И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna.defis.tv.ru Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok